А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 11 августа, день Калинника. Назвен в честь святого мученика Калинника. За проповедь христианства среди язычников велено было обнажить и бить без пощады воловьими жилами. Потом повесили страстотерца на дереве и строгали его тело железными гвоздями. Так острогали его плоть до костей. Далее велели обуть его железные сапоги с острыми гвоздями внутрь и везти в город, чтобы там сжечь. Он вошел в середины пылавшей огнем печи и, возлегши, придал свою душу в руки Божии. Старину этот день называли Туманником, поскольку утром были сильные туманы. На Руси этот день связан с ягодой Калиной, которая созревала к этому времени. Калину считали символом непорочной красоты и чистоты помыслов. А горечь ягод связывали с горькой судьбой девушки, которую отдавали замуж без любви. Калину не столько ели, как использовали в лечебных целях. Сегодня выпекали пироги с начинкой из калины. В народе существовало поверье, если сегодня человек найдет дикий куст калины, то может загадать желание и попросить у растения помощи в его реализации. И загаданные таким образом желания всегда исполнялись. Приметы. Если сегодня стоит туман, можно надеяться на хороший сбор урожая ячменя и овса. Если на Калинном день нет утренников, то есть заморозков, так и на Лупа, то есть на 5 сентября, не заморозит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доброго здоровьица и до новых встреч!